Братья-месяцы Как зима не злится, как март не хмурится, а от весны не уйдешь. Солнышко греет день, а то дня решительнее. На дороге сырости подпускает, колеи до натоптанной тропинки рушит. Приходится в сугробах новые протаптывать. Потому, видимо, и говорят, зимний Прокоп дорогу прокопает, санный путь устанавливается, а перезимний дорогу рушит. Прокоп увяз в сугроб. А люди примечают, если верба начинает распускаться с макушки, сев будет ранний и хороший. Верба сплошная к хорошему урожаю. С Прокопа перезимнего санный путь уже не прочен. Снеговая тропа ненадежна и начинают вскрываться крупные реки. Поэтому и говорят, у воды нос остер, всюду пробивается. С этого времени оттепели случались все чаще, и дорога, которая еще недавно была покрыта плотным снежным настом, постепенно оттаивала. Поэтому крестьяне, чтобы не увязнуть в пути, перед выходом из дома слушали землю. Если земля шумела, то близилась очередная оттепель, и дорога становилась опасной. Согласно поверьям, черт часто оборачивался в зайца. Поэтому, если зверь перебегал к путнику дорогу, то последний всегда поворачивал назад. Знал, что удачи не будет. Если в пути случайно распрягалась лошадь, то это воспринималось как верный знак несчастья. Дома случилось что-то плохое. Согласно поверьям, в дороге человек мог встретить не только людей, но и различных животных, или даже неведомую силу, чаще всего лешего и блуждающие огоньки. Дорога воспринималась нашими предками, как своеобразная граница между миром людей, своим, и потусторонним миром, чужим, а потому опасным. Чтобы не накликать на себя беду, на дороге запрещалось громко петь, кричать, свистеть, спать, исправлять нужду. И не только поэтому. Ведь поля, леса, горы, реки, животные – это все природа, земли, матушки, дома нашего. Ведь если дом не содержать в порядке, не ухаживать и не любить его, он разрушается. И это касается не только пребывания в пути. А чтобы отправившийся в путь человек быстрее вернулся, провожавшие, возвратившись в порогу дома, оглядывались и смотрели вслед уходящему, будто его уже встречали. Ну а те, кто дома оставался, без дела не сидели. Нужно было проверить и починить маслобойные чаны, набить новые обручи на бочке, заготовить молочную посуду. Да и заборы подлатать надо, пока свободное время еще есть. И тем, кто в пути, и тем, кто дома без дела благого не сидит, боги вам в помощь, славяне! Братья-месяцы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok